У меня сейчас стали позиционировать очень многие со звездой, да, с какой-то там, какой вот, а я-то не позиционирую себя звездой, у меня еще 17 человек, у меня такие крутые музыканты, и эти люди, которые мне фору дадут еще в музыке, они меня реально каждый день учат чему-то новому. И я пытаюсь как бы не доказать, а пытаюсь, ну, я донесу до страны, что меня ставить на одну ступень, например, с Колей Басковым не надо почему-то, потому что у меня никогда не было такого вокала, как у Коли. Коля певец оперный, а я вообще самоучка, ребята, и получается у нас Бечевская, Киркоров, Митяев, и Петя Налич, это, ну, как бы одинаковые звезды, понимаете, нет, это не одинаковые звезды, не по уровню, а по форматности, скажем так. Почему Пугачева такая? Да она мега-крукая, я говорила, говорю, буду говорить километрами. Вот звезда реальная, понимаете, это мега-глыба. Если вы сядете и просветите творчество Пугачевой, то вы поймете, что на нее лучшие, это была элита музыкальная и творческая, я имею в виду, текстовая. Поэтому мне не очень нравится себя называть звездой, я не доросла еще соплями для такого понятия. Латонна звезда, понимаете, и Алла Борисовна звезда. По поводу Аллы Борисовны, вот как вы с ней познакомились вообще, и то, что она назвала... Меня Алла Борисовна, меня Алла Борисовна, догадываюсь, почему она меня назвала. Я никогда не стану Аллой Борисовной, тишка не дорастет никогда в жизни до нее, потому что у меня нет вокала такого, как у Аллы Борисовны Пугачевой. Но я артистка неплохая, и как артистка я понимаю, почему она обратила на меня внимание. Я просто работяда, трудоголик. А пока, пока у меня любовь народная есть, ну а это покруче любой звездности будет. Любовь народная, ее за деньги ты не купишь. Народ такой не дурак, господи, когда это все поймут. То есть звездной болезни у вас нет, да? А откуда она у меня? Нет, меня тут пытаются как бы вот люди обвинить звездной болезни. Правда, я пытаюсь понять, в чем она выражается. Я вот вчера была оскорблена до глубины души на своем сайте. Была просто страшная ругань, когда я ругалась, ну и правными словами, но я очень сильно понервничала. Потому что люди стали называть мой гастрольный график чесом. Вы видите, какие стадионы я собираю, только аншлаги. И люди хотят в каждом городе меня видеть. И я еду, но потом находятся такие люди, которые называют, ну это гастрольная гонка, она за баблом поехала. И мне хочется вообще все сказать, да знаете что, а почему-то я дома год. Просто становится жалко тех миллионов, которые реально меня ждут. И гадости мне не пишут. В общем, меня обижают, расскорбляют, а я очень, кстати, оказывается мнительная и ранимая особа, как оказалось. Я тоже пытаюсь, говорят, что же вы критику не любите? А мне знаете, что хочется сказать? Да, не люблю. А кто ее любит, объясните мне, пожалуйста. Любому человеку намного приятнее слушать приятные вещи, чем неприятные. А пусть критикуют мамы, папы. И думаю, ну что, с предбратьями, ну мужья, жены, понимаете, да? Ну очень-очень близкие подруги. А вот так вот, чтобы... Меня зовут Светлана, я пришла на сайт. Мне не нравится ваша юбка. И вообще, как вы поете. Не нравится, не слушайте, не пишите. Не оскорбляйте человека, которого вы не знаете. Не делайте человеку больно. Может кто-то вам завидует уже из шоу-бизнеса, вы из стадиона... Знаете, что, если мне кто-то завидует, то я об этом не знаю. Как и что они обо мне думают, представители шоу-бизнеса, я не знаю. Но у меня есть 10-15 человек, с которых у меня очень хорошие отношения. У меня очень хорошие отношения с Буйновым. У меня хорошие отношения с Дазмановым. У меня приятные отношения с Агутиным. Я просто безумно уважаю этого человека. У меня есть такие люди, с которыми у меня плохое отношение. И я избегаю с ними здороваться. Я избегаю с ними контактировать. Нет, я просто глубоко неприятна. Они не как люди. Они мне глубоко неприятны, как коллеги. Понимаете? То есть есть... И я могу объяснить почему. Я не люблю фонограммную, денежную музыку. То есть которая делается только ради того, чтобы заработать бабки. Я это называю антимузыкой. Я сейчас действительно перестала слушать русскую музыку. Это правда. Я слушаю вообще брит-поп и кубинскую музыку в большей степени. Начинаю понимать, что Виттлс это действительно круто. Премия Муз-ТВ недавно была. Вы были номинированы как лучшая исполнительница. Вот почему вы не захотели прийти? Потому что меня никто не позвал. Меня поставили перед фактом за три дня. А я... Можете даже написать в кавычках. Но я особо королевский кровей в этой ситуации. Я не девочка на побегушках. Мне 34 года. Я очень доброжелательный человек. И если бы меня хотя бы за месяц оповестили, мне не надо обязательно ступлетку вручать. Но за месяц сказать, что вы там... Я вам честно скажу, я в этот день не сажала газон у себя на даче. Вот верьте, я бы получила больше удовольствия, чем, наверное, у вас. Вы на Евровидении не хотели бы выступить? Нет, потому что считаю, что я не дотягиваю до уровня исполнителей, которые могли бы предправлять страну. Может быть, через лет пять, наверное, смогу. Вы знали, вы, сколько я работаю? И я зашлась в этой работе, получается, наступив на горло своему здоровью. То есть у меня физически я не выдержала. Я вот просто, оказывается, у меня есть лимит, у меня есть дно. И я сломалась. То есть мне стало плохо в нервном смысле слова. И вот так, а люди, видите ли, как... Одни сказали, что я беременна, другие еще сочинили какую-то чушь. Я хочу официально заявить, что, к сожалению, вы, наверное, к моему большому, но приезды моих скорых, неотношения к моему положению никакого не имеют. А третьи сказали, у вас за деньгами гонятся. Знаете, как я в такой ситуации хочу вот так вот подойти в глаза этому человеку, посмотреть и сказать, постарение мне это сейчас. Особенно, знаете, как... Сходи ко мне на концерт, по-трех с половиной часовой, живяковый концерт, потом подойди ко мне и повтори мне это в глаза. Это может быть язык не повернет. Но вы здоровью совсем не заботитесь. Я бы не заботюсь. Я вот сейчас у своего любимого, дорогого, чудесного, прекрасного косметолога нахожусь, к которому я прихожу раз в два месяца. Так вот я имею в виду, косметолог она женщина. Потом все скажут, потом... Плываемся от тибетной любови, чем косметолог. Если захотят, напишут, что любовница, женщина. Слушай, этой новости еще не просачивалась в этот стол. Ну, у вас как? Таких не было никогда ситуаций. Вы знаете, что... Нет, у меня не было. У меня любовниц нет. Слушай, если я говорю, я не то, чтобы не против нетрадиционной ориентации, я с очень большим юмором к этому отношусь. Я против откровенной порнографии и против извращения порнографии, пидофилия. Почему я всегда, вот, например, была ярым борцом, скажем так, против группы Тату? Всегда, например, просто привожу эту группу как, ну, очень большую, вот эту страшную вещь. Это вообще охренеть, ребята, по-другому. Я даже, я бы сказала, погрубей, да не могу. Вот это прямая пропаганда пидофилии. Девочка в восьмом классе, у которой постоянно при повороте туда-сюда светятся трусики, и она стоит в гольщиках. И девочки, которые целуются с подружкой, которые такие, 7-8 классов. Это сколько девочкам лет? 13, да, то есть даже не 18. 13 это пидофилия, да, это сажают. А девочки это пропагандировали. Вот, вот что страшно, понимаете, в шоу-бизнесе. Мы все, все получим, вот все, и я в том числе. У меня свои проблемы, свои кричи, и я за свои кричи огребу еще по полной программе жизни. Ну, я хотя бы отдаю себе отчет, что я творю. Что вы думаете, я тут со святой разговариваю? Главное у нас печи наших звезд, это алкоголь, наркотики, как у вас. Ой, слава богу, слушайте, я не употребляю наркотики, не потому что мы все, знаете как, все звезды, кто употребляют наркотики, все равно не скажут, что они их употребляются. Просто элементарно посадят. Я их понимаю. Мы же пробовали там везде. Я скажу почему, я вам скажу почему. Это вы мне, пожалуйста, не задавайте провокационных вопросов. Я вам могу сказать, что с алкоголем у меня очень, у меня времени нет. А вот у вас в райдере, я смотрю, написано там текилу. Текилу, да, совершенно верно. У меня 17 мужиков со мной работают. И одно могу сказать. Если 17 мужиков после концерта выпивают бутылку текилу, вот так вот логично. Подумайте, сколько кому остается. Совсем мало. Да, совсем мало. И о чем я вам больше могу сказать. Очень часто парни не пьют, потому что физически не могут. Не до алкоголя, ребят. Вы попахайте с ихния, и вы поймете, что, ну, как бы рюмка в рот не летит. Не до рюмки. То есть поспать бы, понимаете, доползти бы до отеля, да поспать бы. Текилу мы можем выпить. Я, Петровская, Анька, Мушак. То есть мы можем выпить этот напиток. И вообще, я очень мало пью, и очень редко это делаю. Ну, может, даже, кстати, немало. Ну, то есть, как бы, нет, тут тоже врать не надо. Я умею веселиться. Бросили курить, да, недавно? И как вам удалось вообще бросить курить? Это же обычно сложно. Очень просто. Бесы бросаешь. Слушайте, когда вы поймете, что это реально убивает. Ну, знаете, мне так стало жалко твою кожу. Своё тело. Свои тёсти. Своих детей будущих. Это всё-таки гадость. Вот и всё, которая меня медленно, но убивает. Вы слышите, жирно-жирно. На меня повлияло. Вот видели на пачках написано? Курение. Всё, на меня повлияло именно эти напитки. Они меня доголбали. Видите? Я каждый день, видя на пачках, даже не на своем. А вдруг меня тоже люди курят. И все им вот этот рак лёгких. Инфаркции. Импотенция. То есть, врачи там, полный дурдом. И меня это давило, давило. Давило. Врачи не меняетесь. Сигареты. Особенно, когда ко мне подходишь, моя подружка, и только покуришься ко мне, ну, близко. И я изо рта просто такой, ой, мама дорогая. Боже, как я курила. Как это, не реально. Как со мной мужчина целовался, когда у меня изо рта вот эти, фу. Скажите, у вас какие-нибудь теоретические были случаи в жизни? У меня мой дядь Серёжа, он в прошлом году на даче спелил ветку дерева с яблони. И там много веток всяких. И вот эти ветки все собрали всю в кучу и в угол завалили. Они там валялись весь год. Слушайте, когда в этом году весной эта ветка зацвела, я вот честно, честно, для себя даже объяснений не могу, ну, знаете. То есть, знаете, я еще пойду посмотрю, не завязались ли там яблочки. Ну, это без прикола, ну, реально, вот эти вот цветы, понимаете. Были ли у вас случаи, когда вы были на грани жизни и смерти? Нет. Что у вас за вопрос? Были ли у вас сейчас случаи на стройке? Нет. Будут? Нет, нет, нет. Я не знаю. Может, какой-нибудь день, который вот очень такой страшный для вас, очень плохой был? Нет. С ужасом говорю я, почему? Потому что я знаю, что эти дни будут. Слушайте, у меня мама, папа живы, понимаете? Здесь очень боюсь высоты ответственной. Страх, глубины воды, наверное, вот такие страсти я боюсь. Страх был на здоровье тысячи людей. Вот это был самый структ. Да, вот это, наверное, на первом месте. Когда ты переживаешь и только понимаешь, что только на Бога можешь уповать. Ну, то есть, когда вот только Бог поможет. Это жуткое состояние, в котором ты находишься и понимаешь, что ты червяк дохлый, несчастный, что ты ничего не можешь сделать. Вот руки, ноги, все, а, деньги, все, что такое, а не можешь, а, не можешь. Ты стоишь, и ты зависишь от Бога, и тогда у тебя начинается разговор с ним. Такой, знаете, я сейчас с юмором совсем, когда он так смотрит на тебя сверху, и тебе кажется, он говорит, ну, здравствуй, дорогой. Поговорит? Как ты? А, страшно тебе? Ну, ну, тогда подумай, что-то с челом не так. Да, вы собираетесь, ребенка-то. Как Бог даст. А то вы не знаете, как ваенка хочет привыкать детей. Вы знаете, как я не всех детей люблю. Я люблю воспитанных, веселых, образованных, шаломливых, пытливых, любознательных, смешных, шкодливых детей. Спокойных деток, ласковых. Я легче, наверное, вам сказать, какие-то я не люблю. Я очень не люблю глупых, невоспитанных, балованных, сердечных. Которые падают на амбу, стучат на гадость, клика, мама, купе-няша. Ну, мой ребенок не подведет, потому что он век будет знать просто, что он за это получит. С хорошего времени я и сейчас в углу, вот и все. Без разговоров. По-другому никак. Я не ангел, вообще понятно. Не нравится мне, не люблю невоспитанных. Я людей-то невоспитанных очень тяжелопию. Которые, знаете, хватают меня за локти, тянут к себе, и сейчас. Вот, а все саглости, пол шестого ушка, ко мне стучится соседка по купе и говорит, Елена Владимировна, здравствуйте, знаете автограф? Я, знаете, была с один, например, пол шестого утра. Я села в поезд в два. Ну, ей выходить надо на станцию пол шестого, а мне в одиннадцать приезжать на какую-то станцию. А, вчера женщина ко мне позвонила в два часа ночи. Добрый вечер, Елена. Я говорю, здравствуйте. А вы кто? В два часа ночи. Я сразу не спрашиваю, а что вы мне звоните в два часа ночи. Я говорю, здравствуйте, а вы кто? Она не отвечает. Я бы хотела встретиться с вами. Я говорю, здравствуйте, а я не хотела бы. В результате знаете, кто я была? Свинья, хамка, дура и звездная болезнь. Нравится вам? Еще страшно, что незнакомый человек позвонил незнакомому человеку в два часа ночи с просьбой встретиться. Женщина. Нормально? Я говорю, вы либо яная, либо, ну, как бы, ха. Нет, понимаете, опять-таки, если мне позвонить в три часа ночи, со мной такое было, плачущая женщина, и будет наскрыт Гориллен Владимирович. Я погибаю, я сейчас, не знаю, по концу учить самоубийство, подарить со мной слишком угрожаемое. Конечно. Могу даже приехать. И еще через час она уже улыбалась, менялась ей. Ну, одевалась, что уже спекала. Так, что все в порядке. И к помощи отличается от яны блажей. Тут пишут по поводу вашего супруга, что он там чуть ли не тиран, там и цыганский барон. Значит так, давайте вот что напишем. Включать надо с этой ерундой. Иван Иванович Матвиленко. Это самый добрый, самый щедрый, самый терпимый. Я даже не знаю его недостатков. Это супер человек. Это человек, который никогда в своей жизни, ну, как бы, не занимался ничем плохим. Никогда не воровал, никогда не обманывал. Я просто в 16 лет смотрю, как он в поте лица добывает себе хлеб. И, по-моему, если кто-то сейчас ухмырется и подумает, что Иван Иванович сейчас там строит себе дом, он стал миллионером. Ну да, два года назад он начал себе строить дом. Только я знаю, что это было. И я помню, что такое на 100 долларов, занятых у нашего друга, служить целый месяц. А потом он уезжал на 4 месяца на заработки, а потом сидела и... Ну, как могла, вот кто-то... И девались, не помирали. Ну, слушайте, я все прошла. То есть, как бы, если я еще в шахте не опускалась, и в детдоме тоже не росла, потому что вот это страшно. Вот это, вот это, вот это школа жизни. Ха-ха.